Всем привет, интернет! Снова вы, снова я, и правильно, снова посылка. Ну, вы же находитесь на канале распаковок, обзоров и тестов различных покупок, как моих, так и моих подписчиков, которые я для них выкупаю, пользуюсь своими возможностями с различных европейских и американских интернет-магазинов, которые не принимают оплату от россиян и не доставляют к нам товар вследствие санкций. И вот эта огромная коробка приехала с одного из немецких интернет-магазинов, широко известна в узких кругах для моего подписчика. Сейчас я ее открою, она на стол у меня не влезла, с какого магазина вы, наверное, уже все заметили по скотчу, если кто не разобрал, это магазин мотоэкипировки, который называется FCMoto. Магазин немецкий в данный момент не принимает оплату от россиян, не шлет в Россию, но только не в моем случае. Итак, сразу вижу, тут есть инвойс, вот так вот я вам его покажу, ну вот столько стоило содержимое этой посылки, ни много ни мало, а 987 евро. Но содержимое на русском у меня перед глазами, я сейчас буду его проверять, а вам заодно показывать. Вдруг кому-то что-то из вас понравится, и вы внизу пройдете по моим контактам в описании, тоже закажете в этом интернет-магазине. Но полноценного обзора, конечно же, не будет, я не могу пихать свои ладошки потные в чужие перчатки, но как это все выглядит, я безусловно покажу. Итак, первые перчатки, которые я изъял, коричневые должны быть, это значит Revit Tracker мотоциклетные перчатки, коричневые, размер L. Revit вижу, прям как эти витаминки. Размер L вижу, коричневые, вот они есть, вот так они выглядят. Это замш, это замш, это кожа, все такое мягкое, нежное, приятное. Внутри что-то похожее на, нет, не флис, внутри какая-то синтетика, мне кажется. И вот такие они снаружи. Замшевая вставка, смотрятся прям обалденно. И что-то такое твердое для защиты во время езды, ну и я так понимаю, главным образом во время падений. Так, это перчатки номер раз. Пришло то, что заказывали, запускаю свою руку, там где-то должны перчатки, да, есть они. Это не может не радовать перчатки номер 2. Та же самая контора, та же самая, как видите, упаковка, тоже Revit, только они называются Метрик. Мотоциклетные перчатки, размер черный, антрацитовый цвет должен быть, размер L. Черный вижу, видимо он же и есть черный антрацитовый. О, ну тут прям вообще робокоп, умт-терминатор. В общем, вот так вот выглядят. В общем, видимо, это уже должно быть и антрацитовая кожа. Здесь тянущаяся какая-то синтетика, велкро-застежки, пластиковые вставки, опять же, для защиты сустава. Ну да, вот этого вот, как бы, запястья вот этого места. Вставки на пальцах. Вставки на... В общем, есть такое дело. Радует. Так, дальше, ну я вижу, они вроде бы как-то уже есть. Сейчас посмотрим. Самое главное радует, что то, что мы заказывали. Это джинсы мотоциклетные. Трилобит Парада Блэк. Трилобайт, может быть так, сори, формой Бэт Энглиш. Я мимо немецкого проходил в своей школе. Так, кроме джинсов тут еще что-то есть. Ну-ка. Вот, трилобайт мотоцикл джинс. А, это водонепроникаемый какой-то мешочек. Водонепроницаемый для транспортировки. Наверное, нужная вещь, что нам снял, положил и пошел транспортировать их. Слушайте, ну вот прям все такое мотоциклетное. Я вообще не поклонник, но оно все такое тяжелое, мощное. Потому что все с различными вставками. Здесь вот тоже я вижу, есть вставки на коленях. Есть прикольные вот такие вот вставки, которые тянутся над коленями. Это когда ты садишься, видимо, чтобы растягивалось. Вот это мне на картинках понравилось. В поясничной области. Это когда ты нагибаешься. Обычно в обычных джинсах труселя выглядывают наружу. А здесь просто будет растягиваться вставка. И все так будет удобно. Вставка где-то вот... Это на карманах вставка, интересно? А, это на передних карманах вставка. Где карман? В общем, тут карман, а за карманом тут интересная вот такая вот вставочка. Тоже 3 лобайт. На ней написано. В общем, тоже защитная вставка. Карманы боковые. То есть, кроме передних традиционных карманов, есть еще вертикальная молния, боковой карман. Я ее застегивать не буду, расстегивать. В общем, все такое продуманное у ребят. Могут же делать, да? Есть такие джинсы. Так, не посмотрел размер. К примеру, у меня написано длинный 36. На самих джинсах написано регуляр фит. Тоже 36. Регуляр фит. А, вот. Мэн джинс, лонг левел 2. Регуляр фит. В общем, что-то длинное точно тут есть. Но есть еще низкий. 36. Ну, так бы и было, наверное, написано. Следующий. Теперь у нас пошли карабасики. Пока карабасиков не было, но у нас тут идет карабасик. Карабасики Шима Моторцикл Ботс. Мотоциклетные ботинки. Размер у нас должен быть... Так, 46 есть такой. Они все 46. Одни SX2 должны быть коричневые. А одни... Да, вот они SX2 коричневые. А одни должны быть черные. Открываем. Вот так... Ох, ребята. Вот такие вот кеды. Вот такие вот годные кедики. Я бы и без мотоциклов такие потаскал. Но без мотоцикла таскать такое... Такое себе. Потому что это все, опять же... Еле гнущиеся. Все мощное. Все толстое. Потому что в ботинках там передачи надо переключать. Они там располагаются около горячих частей у них. В общем, все такое специализированное. Следующие. Блейкботс. А то и же Шимы так и называются. Блейкботс. Блэк, 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 Блэк. В общем, ботики на месте. Вот они. В общем, такие же кеды. только кожаный кожаный с кожаной вставкой снаружи это нет эта вставка внутри как раз будет видите будут касаться какой-то части на мотоцикле вот такая вот вставочка велкро застежка молния шнуровка в общем уже и представляю кайфующего довольного моего подписчика заказчика потому что сегодня у нас 7 марта завтра у нас марта 8 скорее всего все это выйдет чуть позже чем 8 марта поэтому девушек с прошедшим праздником ну а моего заказчика с апгрейдом так вот куча ништяков к нему приедет прямо до я думаю начала мотоциклетного сезона и он уже в новой амуняшки свой сезон откроет так ну и самое интересное то самое интересное у нас эй джи си эр пи эй ч а 70 вот такое какое-то мало удобоваримое название карбов шлем карбон ну черт хочется думать что это не просто название рисунка а что он прям будет прям будет карбоном давайте как всегда традиционно шлема идут мешочки в защитном мы хотя бы на него посмотрим просто оценим что он целый не убитый не разбитый но хотя сомневаюсь и что будут проблемы тут такая упаковка мощная да и вроде немцы но немцы кстати могли бы паковать и получше вроде нормально пакуют я бы получше запаковал так вот он он друзья карбоновый красавец карбон файбер написано то есть не по мне просто карбоновый рисунок а прямо углепластик внутрь я залазить не буду там могут быть антизапотевающие вставки какие-нибудь открывать я тоже не буду я парень неопытный может что-нибудь случится какой-нибудь ай 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 а вот так вот р пи эй ч а написано 70 карбон 2xl у нас должен быть правильно до xxl заказывали xxl приехал еще вот так друзья все то что надо все то что заказывали все красиво годно и все сейчас упаковываю радую своего подписчика хотите чтобы я вас тоже чем-нибудь порадовал да без проблем все мои контакты в описании внизу под видео пожалуйста смотрите скидывайте ссылки пишите чем могу помогу на этом с этой распаковкой все всем удачи удачных покупок всем пока до новых встреч